Признание в самом сокровенном на нескольких языках Тамара Гаверцетели презентовала в областной столице новую программу. Концерт в Самаре дал старт большим гастролям певицы по России. Женщина, чей голос стал символом эпохи. Пообщалась и наша съемочная группа. Пианистка, композитор, актриса и, конечно, выдающаяся певица, чей проникновенный голос знают и любят во всем мире. Еще ее называют подлинной творческой фавориткой маэстро Мишеля Леграна. А ведь знаменитый композитор работал с легендами Марисом Шевалье, Майклом Дэвисом и Эдит Пиаф. Песни французского «Воробушка» есть и в репертуаре Гверцетелли. Тамара Михайловна помимо грузинского и русского поет на итальянском, французском, даже идише. Самым сокровенным самарским слушателем она признается на десяти языках. К слову, программа, которую артистка представила в филармонии, так и называется – признание. Признание – это замечательное ощущение, когда у человека хватает сил признаваться и говорить слова любви. И когда все это горячо, через музыку. Мне сложно с чем-нибудь это сравнить. Но раз у нас получилось, и зазвучало все так замечательно, и потрясающий зал, публика потрясающий, так встречали. Просто замечательное ощущение. За дирижерским пультом Андрей Медведев. С Гверцетелли они познакомились 30 лет назад. За это время было немало совместных концертов. Тамара Михайловна на сцене – это сама музыка. И существовать рядом с ней – это вот такое удовольствие. Понимаешь ее фразу, понимаешь ее… Она слушает оркестр, слушает контрапункт, и мы буквально в одной ауре находимся. Это очень приятно. Программу уже презентовали в Москве и Санкт-Петербурге. А теперь и в Самаре. В концерте звучат как уже полюбившиеся всем шедевры, так и совсем новые произведения. А еще – арии из опер и мюзиклов. Если сегодня Самара на стыне, тогда мы будем ездить с отдельными концерциями по всей России. Спасибо. И судя по реакции публики, областная столица дала старт большим гастролям певицы. Мария Акимова, Александр Каракулько. Новости губернии.